Многие люди сейчас, кто посмотрит этот выпуск, сделали себе такие пометки по чек-листу, на что обращать внимание, как вообще выбирать квартиру. Вам будет больше доверия, и, соответственно, ниже будет депозит. Это хороший способ показать вашу платежеспособность. Очень простой пример. Можно представить себе персонаж Робин Гуд. Робин Гуд был очень надежен, но абсолютно неплатежеспособен. Всем привет! В эфире канал ТЮБК. С вами я, Андрей Бурцев. И у нас сегодня такие насущные проблемы, насущные вопросы. Эфир по поводу жилья, по поводу адаптации в США. И первый вопрос, который возникает, это где жить, как вообще находить это жилье. И сегодня как раз для освещения этой темы я пригласил нам в такую виртуальную нашу студию. Человек как раз из Сакрамента, это лицензированный риэлтор. То есть это не просто человек, который слышал или что-то видел, там, кого-то передал, как сарафанное радио. Это человек, который занимается непосредственно, знает из первых уст по своей практике, как все это дело обстоит, с чем люди сталкиваются, именно иммигранты, находящиеся в США. И как раз передаю слово нашему гостю Дмитрию. Дима, привет! Привет, Андрей! В общем, так как по закону положено, тут много чего, кстати, формально рассказывать. Я хочу сказать, что я лицензированный риэлтор, номер лицензии 022-11-3-5. Так положено. Если будете поменять, чтобы все на чистоту, да, то есть человек не просто так к нам попал в эфир, поэтому мы делимся с вами как раз с людьми, теми, которые имеют экспертность в своем мнении. И мы за это наш канал ценим, да, что мы таким экспертным мнением обладаем. Поэтому сегодня такие вопросы. Первый, наверное, про виды жилья, которые можно снять вообще мигранту. То есть на что может претендовать мигрант, что может снять без документов. Потому что многие приезжают и не знают, куда идти, с чем эти документы нужны для того, чтобы снять жилье. И вообще многим начинают отказывать, потому что когда слышат, что они мигранты. А многие, когда говорят, что я мигрант, на них эти ландлорды делают такие глаза круглые. Почему такое? То есть кто ты? Что за политиколосайлым у тебя? Кто ты пришел? Откуда ты? Вот эти моменты давай проговорим про виды жилья. Что сейчас есть на рынке и как это можно снять? Да, ну, Америка тема хороша, что есть все виды жилья для любого класса. То есть никто при желании не останется на улице. Соответственно, когда вы говорите, что у вас нет никаких документов, то вы все равно что найдете? Да, есть телеграм-каналы, есть аренда за кэш и так далее, но есть определенные проблемы с таким жильем. Во-первых, скорее всего, это будет плохой район. Скорее всего, это будет цена выше рынка, потому что почему вам сдают сейчас, ну, как бы, такую квартиру, почему ее не сдали по рыночной цене? Вот. Будете платить некоторую премию за то, что у вас нет документов. У вас будут, скорее всего, такие же соседи, которые не прошли бы гранд-чек, у которых нет никаких документов, и, скорее всего, у вас будут с ними какие-то проблемы. Я, по моему опыту, могу сказать, что у некоторых клиентов там соседи, у соседей на балконе собака какала, у других кто-то постоянно вечеринки устраивал на улице. Ну, то есть вы понимаете, что вы платите не только за квадратный метр, да? Вы платите в том числе за ваших соседей, которые будут с вами в одном комьюнити жить. Это очень важно. Вот. Соответственно, есть, по сути, два вида жилья. Для нас, как бы, для данного эфира, чтобы понимать, есть жилье с документами и без документов, которые сдаются по рыночной цене. Без документов я осветил уже, какие могут быть риски при аренде. А по рыночной стоимости, соответственно, вы можете, как бы, снять, скорее всего, дешевле, в хорошем районе, но при этом у вас будет некоторая конкуренция. То есть будут другие такие же желающие, которые хотят снять это жилье. И тут возникает вопрос. Как бы человек приехал, у него нету СССР, у него нету, ну, ничего кроме паспорта нету. И он вроде как, ему, он звонит куда-нибудь, ему говорят, вы предоставь нам, пожалуйста, выписку с банковского счета о том, что у тебя приходили доходы и вообще налоговую декларацию за прошлый год бы неплохо твою увидеть. И он сразу встает в стопор. Что случилось? У меня ничего этого нет. Но тут не надо отчаиваться. На самом деле, лендлорды такие вот, которые нормальные компании, которые сдают по рыночной цене, у них нет времени вам что-то там объяснять, но по факту они проверяют всего две вещи. Это ваша платежеспособность и ваша надежность. Если вы сможете им доказать, что вы платежеспособны и надежны, то в этом случае вас все равно примут. Неважно, какие у вас есть документы. Хотел сказать, что ваш иммиграционный статус, он, это ваше личное дело. Вы не обязаны его никому раскрывать. Более того, вас не имеют права дискриминировать по поводу того, что у вас есть какой-то не такой иммиграционный статус, что там кому-то не нравится. Это вообще не их дело. Поэтому не стоит об этом вообще разговаривать. Наравне с вами приезжают в Америку огромное количество иммигрантов с той же, например, Европы. Просто инженер ревоцируется внутри Google и из одного офиса в другое. Он также приезжает, у него тоже нету СССР. Он также приезжает, ему нужно снять жилье. И все остальные вопросы, которые у вас есть, точно так же освещают. Единственная разница, он не говорит, что он беженец или вообще там еще... Ну, не раскрывает свой иммиграционный статус. Ты говорил про надежность. Как ее доказать? Да, вот это слово надежность. Потому что, смотри, некоторые аппарцентры, когда люди приезжают в США, они просят за два-три месяца внести платеж. То есть в плане того, что надежность. Другие аппарцентры говорят, что помимо того, что вы нам вносите аванс, покажите нам еще на счету деньги, что у вас там на год. Либо там по своему коэффициенту рассчитывают формулу о том, что у вас есть запас средств на год. То есть у вас нет СССР, но у вас есть вообще деньги, что тоже платить. И здесь тоже возникает какой-то конфликт интересов. Человек приходит, у него есть там наличка. То, что люди тоже здесь в США так немножко глаза увеличиваются, когда видят наличку. А второй момент, то, что покажите нам, сколько у вас денег вообще на счету. Насколько этот вопрос правильный по отношению даже к американцам. Потому что американцы, первые авансы, вообще многие не хотят никаких авансов платить. А с мигрантов это требуют. И насколько вообще правильно, что у тебя просят показать твой банковский счет, что на нем столько денег, какая там сумма лежит. Насколько это верно? То есть нарушены ли права иммигрантов? Ну, я могу сказать, что по своему опыту у меня ни разу не просили банковский счет с наличием денег. Это, наоборот, способ доказать, что вы платежеспособен. То есть вас просят показать ваш доход. Но если вы доход показать не можете, то есть опция показать, что у вас есть деньги, у вас есть assets, то есть какие-то накопления, которые могут покрыть ваши расходы. Но тут надо поставить себя на место лендлорда. Если у вас нету доходов, если у вас нету никаких документов, то с чего бы вдруг он вам поверил, что вы будете платить? У вас и работы, может быть, нет на сегодняшний день. Поэтому это вполне правомерный вопрос. А вот по поводу депозитов, то, что там это не авансы, это депозиты. То есть вас просят, когда три месяца депозит, это незаконно. По законам Калифорнии, если вам сдают немебелированные апартаменты или немебелированный дом, то с вас могут максимум брать два месяца депозита. Максимум. Если с вас лендлорда берет два месяца и более двух месяцев, то, соответственно, он это делает незаконно. Вы можете потребовать это обратно, вы можете подать на него суд. Но тут важный момент, что когда так берут, как правило, еще и договора нет, и оплата наличкой. То есть там вообще все радости жизни, что тоже, как бы, как ты говоришь, что с наличкой у людей глаза немножко приоткрываются. Вот, да, тут с наличкой никто не работает, оплата всегда происходит с банковского счета, и, соответственно, это нормально, что вас требует показать банковский счет с наличием на нем денежных средств. И это тот самый спасительный круг, который есть у вновь прибывших, это показать, что у них есть накопление. Вот. Я знаю, что многие не хотят их показывать, потому что боятся, что там будут какие-то бенефиты у них там, ну, им не дадут. Ну, во-первых, бенефиты бывают разные, и я не думаю, что прям это так важно, бенефиты для тех, у кого вообще денег нет. Ну, то есть это совсем, ну, бенефиты для бомжей. То есть я понимаю, что ситуация бывает разная, люди вообще без денег приезжают. Вот, да. Но если у вас есть деньги, так, ну, надо быть честным с государством и показывать, что есть. Вот. Кроме того, ваш банковский счет, он, это банковская тайна. Ну, он, как бы, подпадает под закон о банковской тайне. То есть, когда вы положите деньги на банковский счет, банк сам лично не пойдет никуда, ни в налоговую, никуда об этом рассказывать. Вот. У него нет ни таких прав, ни обязанностей. Он нарушит закон, если он расскажет про наличие денежных средств. Кроме того, положив деньги на счет, вы можете их через какое-то время снять. Вот. Если вы очень переживаете и беспокоитесь, и спать не можете, то можно их просто снять. Вот. И дальше хранить их где вы хотите. Вот. У всех, так сказать, местах. Но показать выписку о том, что у вас есть деньги, это хороший способ показать вашу платежеспособность. С надежностью тут могут быть проблемы, потому что, как бы, это ничего не доказывает наличие денег. Поэтому могут попотребовать еще депозит дополнительный. Например, все платят 500-700 долларов за квартиру какую-нибудь, а вы будете платить, скажем, там, месяц-полтора депозит. Вот. Это докажет вашу надежность. В общем, если так в целом, вот, закрывая эту тему надежности и платежеспособности, то в очень простой пример можно представить себе вот такой, как бы, персонаж Робин Гуд. Вот. Робин Гуд, он был очень надежен, но абсолютно не платежеспособен. И поэтому он жил в лесу. Вот. Не нужно быть Робином Гудом. Вот. И в том числе не нужно быть соловьем-разбойником, который был очень платежеспособен, но ненадежен. Поэтому жил он на пересечении хайвэя, или где он там жил. Вот. Поэтому, соответственно, вам нужно не быть ни тем, ни другим. Вам нужно быть платежеспособным и надежным в лице лендлорда. И это не так сложно сделать. Достаточно собрать некоторый пакет документов и, так сказать, проявить некоторые усилия. И практически... Ну, у меня, за мой опыт, никогда никому не отказывали. Повышали депозит, да. А чтобы отказать в аренде, такого на моем арте не было. Скажи мне, а вот наличие ССН, то есть на твоем опыте была причина для отказа в каких-нибудь апарт-центрах? То есть, точнее, отсутствие ССН. Отсутствие ССН – это нормальное явление. Вот представьте, что вы приехали из Европы, и вот только что у вас появилась работа. Вы можете предъявить максимум джоп-оффер, то есть предложение о работе. Все, что у вас есть. Но вас точно так же, по вашему имени, фамилии и дате рождения, проведут бэкграунд-чек. И выяснится, что у вас нет никаких задолженностей, нет никаких проблем. То есть у вас выйдет чистый лист, так как вы здесь впервые. То у вас выйдет, по сути, чистая бумага о том, что у вас нет никакого криминального рекорда, вас никогда не выселяли. И, собственно, этим все будет доказано. Наличие ССН, оно может повлиять на снижение размера депозита. То есть если он у вас есть, его лучше предъявить, тогда к вам будет больше доверия, и, соответственно, ниже будет депозит. Вот в чем суть. Ну, просто я к тому, что спросил, что я знаю такие случаи, когда при съеме квартиры, особенно в Сакраменто, есть некоторые парт-центры, которые говорят, что у нас бизнес-ссн у вас не рассматривают никак. Даже они, притом, не хотят депозиты, никакие банковские счета. Ну, видимо, просто такой загородительный вариант для иммигрантов. То есть если видят, что это иммигранты, тем более говорят, что мы тут не местные, мы только приехали, нас только пропустили, не говорят, что мы приехали работать в США, а именно говорят с позиции того, что мы не местные и которым нельзя доверять изначально. То есть группа риска такая, так называемая. Ну, хорошо. Да, собственно, когда американцу, особенно по телефону, говорят, что человек не местный, что он иммигрант, что он, не дай бог, беженец, и что он вот приехал совсем недавно, ему негде жить, то, как правило, у человека вырисовывается картина такого, знаете, беженца из Эквадора, который бежал от того, что его чуть ли не убила какая-то местная банда, и вот он приехал, у него есть из активов, это его шорты. Соответственно, к такому человеку особое отношение. То есть понятно, что он высоко рискованный клиент. И в этих ситуациях я, на самом деле, тоже не слышал, чтобы отказывали. Обычно просят кого-то в качестве косайнера, то есть человека, который подпишет вместе договор, в случае, если один арендатор не будет платить, то будет платить вот этот косайнер его аренду. И это тоже один из способов доказать свою надежность, что у вас есть человек, который за вас поручится. Но надо иметь в виду, что этот человек не просто подписывает, бывает такое, что родственники просто подписали и забыли. Нет, надо понимать, что если у вас возникнут проблемы с оплатой, то по договору этот человек обязан заплатить за вас все ваши расходы. В том числе, если вас будут выселять, то все расходы по вывозу вашего имущества налажатся на этого человека, тот, который с вами подписал. Поэтому надо это обязательно объяснять, а не просто говорить, ну, тут подпиши, во всяком случае. Может, потом будут конфликты внутри ваших друзей, семей. Вот этот косайнер, ты говоришь, это как, грубо говоря, поручитель, который за тебя может дать слово, что ты способен. А еще я знаю, когда люди заселяются, с них попросят, как раз ты про джоп-оферы проговорил, как будто бы рабочее место. То есть ты еще там не работаешь, но именно, что тебе предложили это место, неважно, там, это Google, либо это парикмахерска, либо еще что-то. То есть саму бумагу, говорящую о том, что да, ты вот этой компанией интересен. И для меня все время был парадокс, почему вот эта бумага имеет больше вес, как отработодатель, чем, допустим, у тебя наличие денег или, возможно, заплатить за 3-4 депозиты вперед, то есть платить способность твоя, когда тебя даже еще не приняли на работу. Есть ли такой опыт? Здесь мы разговариваем про две разные вещи. Во-первых, платежеспособность и надежность. Нужно и то, и то доказать. То есть джоп-офер доказывает вашу надежность с точки зрения того, что вы завтра никуда не смоетесь. Но наличие денег на счету, это все равно попросят. Ну, по крайней мере, мое мнение такое, что все равно одним джоп-офером не обойтись. С другой стороны, когда джоп-офер вам присылается, и он, это же официальный документ, то есть это договор, который вы подписываете и соглашаетесь с теми условиями, которые вам предлагает компания. Если это компания парикмахерская, наверное, к нему будут относиться, так сказать, сквозь пальцы. Но если это какая-то более-менее известная местная компания, понятно, что не Google, но какая-то компания, у которой есть какая-то история и так далее, если вам она предоставляет джоп-офер, обязательно его покажите. Потому что, и говорят нам, неважно, как вы будете там работать, есть у вас разрешение на работу и так далее, это тоже никого не интересует абсолютно. То есть это ваше личное дело, ваше личное отношение с какими-то службами. Всех интересует, это ваша платежеспособность и ваша надежность. Вот и все. Поэтому к нему, когда за вас поручается, по сути, компания, которая предоставляет вам рабочее место, конечно, к этому, к такой заявке, к такому application будет больше доверия, даже, чем если за вас поручится какой-то отдельный человек. То есть у отдельного человека может быть тоже проблема с доходами через 6 месяцев, а у компании навряд ли. Отлично. Ну смотри, про отношения, как раз мы начали говорить так, про тему отношений и затронули права эмигрантов. Вот хотел как раз проговорить про отношения эмигрантов с их ландлордами. То есть как выстраиваться, что обязаны, что не обязаны, где заканчиваются права эмигрантов, начинается какая-то идея вымогательства страны ландлорда, ну, как ты говоришь по поводу двух-трех пунктов и выше. То есть давай по поводу этого, ассоциатива. Да, хорошо. Ну, то есть, во-первых, еще раз повторяю, что два депозита за немобилированные апартаменты или дом, это прописано в законе, вас не могут требовать. Это первый момент. Второй момент, который важно понимать, вас не имеют права дискренировать по вашей расе, полу, по количеству детей. И во многих апартах, в которых работает Property Management Company, они даже не спрашивают, есть ли у вас дети и сколько у вас детей. Потому что это, по идее, нельзя спрашивать у людей. То есть если вы заселяетесь, то вас могут, ну, ваши дети, по количеству ваших детей вас тоже не имеют права дискриминировать. Вас не имеют права дискриминировать по вашему эмиграционному статусу. То есть любые такие моменты, они возникают тогда, когда у вас какой-то частный ландлорд, который, ну, работает, например, только с русскоговорящими, и он не очень-то разбирается в законах. Он просто придумывает сам себе какие-то правила. И как, ну, просто это до первого суда. Достаточно найти адвоката, который работает за, как бы, за результат. То есть имеет долю от результата. И можно судиться с таким человеком, вот, и говорить, что вас просто дискриминировали, потому что у вас, например, не тот иммиграционный статус, или у вас нету СССР. Ну, кстати, по поводу судов, на самом деле, есть, наверное, обратная сторона медали, потому что многие иммигранты, когда прибывают в США, они находятся немножко в стрессовом состоянии, и боятся что-либо делать резкое по отношению к местным, то есть к населению, к органам власти, да, чтобы как-то не отсвечивать на себя сильно. Что вроде бы, я пойду в суд жаловаться, и для меня, для моего статуса это как-то будет плохо отражаться. То есть, опять же, мы говорим о том, что все на равных правах, неважно, что у вас есть грин-карты, либо синий паспорт или нет. Но многие просто этого боятся. И как раз то, что ты говоришь, да, если там ваши права нарушены, то вы можете их отстаивать. Неважно, с каким статусом США вы находитесь. А вот наш вопрос еще по поводу проживания в квартире, когда снимает эмигрант. Понятное дело, что субаренда, она запрещена по договору, то есть может быть прописана прям отдельным блоком. Если, допустим, там приезжает мама, папа или там сестра, и выключается договор, то вот в этом плане как быть? То есть, насколько меняется договор, смогут ли поменять цену, может ли, допустим, человек съехать и отдать квартиру своей сестре с сохранением таких условий договора? То есть, или это касается того момента, когда человек уезжает, допустим, и у него там депозит в течение года, то есть он раньше закрывает договор, то у него этот депозит сгорает. И вот в этом плане как быть? Ну, в вашем договоре всегда прописаны те люди, которые могут проживать в конкретном апартаментах или в конкретном доме. Соответственно, если это количество, так сказать, состав участников меняется, в данном случае, то это необходимо поменять договоре. Как правило, все ландлорды идут навстречу, потому что им, по сути, неважно, кто будет платить там, ваша сестра или вы, и так далее. Тем более, что вы фактически можете, вы уже предъявили свою надежность, платежеспособность, и тут вы как бы передоверяете это своей сестре. То есть это не проблема. Вот когда к вам приезжают родственники в большом количестве и хотят жить с вами в одной квартире, здесь могут возникнуть проблем, потому что в договоре их нету, и проживание больше месяца в одних апартаментах может привести к определенным вопросам. Тут, конечно, вопрос переговоров непосредственно. В некоторых апартаментах к этому относятся лояльно, в некоторых относятся не очень. Вот самое главное, самое главное, чтобы не поступало жалоб от соседей. Вот это важный момент. Потому что как только начинается как бы комплейн, то есть жалобы от соседей, вот тогда начинает property management company работать и выяснять, что не нравится, и как эту проблему устранить. Когда у вас несколько соседей вами недовольны, то они потенциально точно так же могут съехать. И, соответственно, для самой компании ей выгоднее договориться как-то с вами или выселить вас по договору, чем пытаться как бы иметь дело с тремя-четырьмя квартирами пустыми. По поводу выселения вопрос. То есть одно дело, человек не платит. И это, ну то есть прекращение договора, его выселяют. А другое дело, что вот есть такие какие-то соседи, которые чем-то недовольны. Потому что на самом деле люди в США, как вот показывает практика, они никогда не будут говорить тебе, что там с собой разбираться в подъезде или там дверь в дверь, они проще напишут ландлорду и «Здравствуйте, вот там письмо». То есть такое жалоба, на вас просто жалобы видно. Но это всегда такое однопокое немножко выражение, потому что человек может написать все что угодно. Потому что в моем понимании, что там соседние квартиры убивают людей. И вот он начинает разбираться. В моем понимании, что там в этом квартире курит траву. Ну то есть это уж на то пошло, да? И ты вроде бы как-то должен оправдаться за то, что ты не верблюд. Потому что, например, у меня на практике были подписчики, которые говорят, я живу в аппарцентре, и у нас также там есть дети рядом с нами в квартире, но жалуются на наших детей. То есть что у нас там кто-то бегает. Хотя там помимо нас тоже бегают люди. На них не жалуются, на нас жалуются. И вот этот момент тоже докажу, что это не бегал твой ребенок, а не соседский. И вот какого плана жалобы могут быть, которые выселят человека из аппарцентра? Вообще, чтобы выселить человека из жилья, в котором он живет больше шести месяцев, крайне сложно в Калифорнии. Это тот момент как раз, почему иммигрантам сразу говорят, ой, не-не-не, вам не сюда, у вас тут ССНа нет, у вас вообще что-то не то. В общем, идите отсюда. Потому что они боятся, что вы можете заехать и потом долго не выезжать. По законам Калифорнии и даже бомжи, которые заселяются в нежилой дом, просто залезают с квоттеры. Даже их необходимо выселять через суд, и это может занять 6-9 месяцев. То есть они ничего не платят. Вообще, у них никакого договора нет, но тем не менее, это как бы есть такой определенный процесс. То есть Калифорния очень гуманно относится к людям, и, соответственно, когда человек лишают жилья, это большая проблема. И все это прекрасно понимают. Соответственно, некоторые люди этим злоупотребляют. Но имейте в виду, что вас просто так, из-за того, что у вас ребенок где-то топчет, вас, естественно, никто выселять не может. И если вам Landlord говорит, знаешь, что завтра давай выезжай, у тебя там дети шумят или еще что-нибудь, то вы можете сказать, что, ну, слушай, так не работает. Мы с тобой в Калифорнии находимся, и давай пиши мне официальную бумагу о том, что ты хочешь, чтобы я выехал через 60 дней, и мы с тобой обсудим. То есть все, когда вы выезжаете, вам необходимо дать уведомление за 30 дней, а когда Landlord хочет с вами попрощаться, он обязан предоставить бумагу за 60 дней. Там зависит еще от договора, то есть это минимальные сроки, они могут быть и больше, и меньше, ну, точнее, больше, потому что по закону положено так, 30-60, они могут быть больше. И это зависит от вашего договора, потому что есть два вида договора. Договоры, которые истекающие, то есть, как правило, такие подписывают с людьми, то есть когда он, допустим, на 12 месяцев, и в конце 12-го месяца как бы у вас прекращает свое действие. Это один момент, да, там одни условия. С такими договорами Landlord проще работать. Ну и там тоже нельзя просто так выселить и сказать, слушай, вот там через две недели у тебя договор заканчивается, давай идти отсюда. Так нельзя. То есть необходимо уведомить за 60 дней и так далее. Есть договора month-to-month, то есть когда у вас нет окончания срока, и по такому договору, ну, кроме как через суд, вас насильно никак выселить не смогут. Обычно такие договора прерываются, когда покупают дуплексы, например, и там живут как бы арендаторы давным-давно и платят очень мало, то, как правило, предлагают деньги. То есть дают денег за то, чтобы люди просто съехали, потому что невозможно этот договор никак по-другому, так сказать, разрушатся. Так что, если вы живете где-то, и у вас есть такой безвор, month-to-month, и, например, это жрех было перепробовано, то имейте в виду, вы можете получить приятный бонус на переселение одного владельца. Вот. Имейте это в виду. Скажи мне еще. Что выселять вас просто так никто не может. Да. Вот по поводу риэлторов в США. То есть мы как раз начали с того, что ты занимаешься этими вопросами для тех, кто приезжает, неважно, там, иммигрант, не иммигрант. Насколько я знаю, в США риэлторы больше занимаются продажей, покупкой, недвижимости. Именно чисто под аренду очень мало кто занимается. И так, наверное, как раз больше с русскоговорящим рынком нацелены на аренду. Но чем отличается работа с риэлтором? Почему, допустим, правильнее или удобнее работать с риэлтором, а не с мамой? Потому что, по большому счету, если ты знаешь язык, наверное, то можно также обсудить с аэндлордом варианты, условия и так далее. То есть что дополнительно дает работа с риэлтором? Ну да, во-первых, это, конечно, языковый барьер. То есть если у вас есть языковый барьер, очень сложно договариваться. То есть вы думаете как бы донести одну мысль, а пока вы ее переводите и транслируете, у человека уже в голове рождается другая картинка. Например, беженец из Сальвадора и вас не стоит заселять, от вас лучше избавиться. То есть языковой барьер это первый большой вопрос. Второй вопрос. Вам, как бы, риэлтор нужен, потому что риэлтор обладает некоторым опытом общения с property management company или с ландлордами. И, соответственно, я как риэлтор знаю, что требуется, чтобы доказать вашу надежность и платежеспособность. Какие документы можно предъявить? То есть если нету таких документов, то мы предъявим другие документы. И так или иначе мы добьемся того, чтобы вас одобрили на те или иные партнеры. Ну и самое главное, что дает риэлтор это знание районов, знание улиц, знание школ, которые пойдут в ваши дети. Это большое... 50% стоимости любой недвижимости это ее локейшн. Чтобы вы понимали, то есть это не ваш туалет или кухня, как многие думают. Это как раз ее локейшн. То есть вот недавно был сарай, буквально просто сарай продавался. За миллион долларов просто находился на Гранит Бэе. И там был большой участок земли несколько акров. По сути, заплатили за то, что за его локейшн. А так там ничего живого внутри не было. Поэтому соответственно знать, где какие районы это очень важно. К каждому адресу в Америке привязаны школы. Соответственно от вашего района зависит кто будет с вами с вашими детьми учиться в школе. Какие будут у вас преподаватели. Хорошо ли преподают или плохо. Уровень образования в Америке очень разный. Очень разный. Поэтому есть, например, такой ресурс советую всем посетить. Называется greatschools.org Там все школы описаны с их рейтингами, с их данными и так далее. Там можно подчеркнуть информацию какие школы привязаны к конкретному адресу. И непосредственно вот это необходимо изучить. Кроме того, бывают апартаменты в которых или дома у которых есть рядом детские площадки, у которых есть рядом парки, у которых есть рядом трейлы. Ну, то есть такие прогулочные длинные дорожки. Можно велосипед проехать и погулять с пешочком. Да, да, да. То есть там можно прогуляться, то есть это совершенно другой уровень жизни у вас будет. То есть одно дело, как бы ты выходишь и у тебя даже нету тротуара на улице. Тебе везде нужно ехать на машине. Другое дело, ты выходишь и у тебя в пешей доступности, например, есть торговый центр. Или у вас в пешей доступности есть прогулочная тропа. Или у вас есть детская площадка. Это очень важно, потому что ментально еще наш человек не очень привык везде ездить на машине. На самом деле это нехорошо для здоровья. Зачастую вместо того, чтобы прогуляться, вы просто скажете, зачем мне куда-то ехать, я дома лучше посижу. Так и делают многие американцы, поэтому у них проблемы с ожирением. Новые районы, хорошие районы, они строятся таким образом, что там есть что-то в пешей доступности обязательно. Там есть куда пройтись и не обязательно везде ехать на машинах. Это тоже важный момент. Ну и, соответственно, ваши соседи, которые точно так же будут выбирать вместе с вами жилье параллельно, вы в том числе покупаете соседей. То есть, если вы поселились, например, в North Highlands в каких-нибудь апартаментах за кэш, то имейте в виду, что там будут слиться люди, у которых не проведен бэкграунд-чек, у них будет криминальный рекорд, какие-то зависимости могут быть. У них будут проблемы с их выселением, у них будет собака как-то на балконе или еще что-нибудь. То есть, такие проблемы вы получаете вместе с, как правило, убитыми апартаментами, потому что их сдают в таком состоянии, которое уже невозможно уничтожить. И при этом вы будете платить выше рыночной цены за это все. То есть, я вот слышал истории, когда люди снимали дуплекс North Highlands за 2,5 тысячи долларов, хотя куда? Там цены по поводу районов. Тысяча сто. А вот по поводу районов мы говорим про Сакромандо. То есть, какой-то, по твоему мнению, наиболее, наверное, приятный для иммигрантов, не сильно дорогое для иммигрантов район Сакромандо. Какой-нибудь один. Один. Дело в том, что каждый город, ну, там, Розвель, Роклин, Элизарада, Хиллс, Фолсом, каждый город имеет плохие районы и хорошие районы. Есть прямо такие участки, как бы эрии, в которых есть хорошее жилье, а есть буквально рядом через дорогу могут быть эти мобильные дома, вот, с кучей людей, которые там живут по 10 человек в одном доме, вот, соответственно, это будут ваши соседи. Поэтому какого-то одного района назвать нельзя. Я как делаю обычно, когда я провожу первую встречу с клиентом, я всегда выясняю, где человек работает или собирается работать, где он, какие школы ему нравятся, какие районы ему нравятся. Я обычно в первый день людей просто вожу, показываю, что есть вообще, чтобы понять, что человеку надо. Можно, например, хорошее жилье найти с хорошими школами очень недорого в Ситрус Хейтс, например, или Оранж Вуэлли. Можно найти жилье с отличными школами, с обалденными школами, которые там побеждают во всех рейтингах, в некоторых районах Розвилля. Но Розвилля тоже неоднородный. Даунтамн Розвилля, это, ну, как бы, там ни школ, ни нормального жилья, вот, ничего нет. То есть надо везде понимать, как бы, составляющие. Фейер Окс, например, там, может быть, как бы, соседствовать самый такой интересный район, в нем могут быть дома за полтора миллиона и рядом дом за 200 тысяч. Вот так вот повелось. Поэтому он очень неравномерный. Да, в Сакрамонте есть один комплекс, который рядом с хорошей школой находится, с хорошим рейтингом, но у него, при этом, есть территория, которая никак не отгорожена, но переходящая из этого центра, парт-центра, в жилье для малоимущих. И вот, казалось бы, все замечательно, но ты живешь, снимаешь деньги, но рядом с тобой живут люди, которые по льготе получили это жилье, и это, как правило, Латинская Америка и так далее. И ты вроде бы находишь в таком районе, но раз такой сюрприз про соседей, как ты говорил, что не пойми, откуда появился такой комплекс рядом. Да, все верно. То есть, социальное жилье, оно вообще никак не привязано, оно в каждом районе существует. То есть, абсолютно в каждом районе, даже в самых дорогих. Тут, у нас просто, у людей, которые приехали, так сказать, со стран СНГ, у них всегда в голове, то есть, вот есть, как бы, город, ага, и у него где-то должна быть рублевка. Вот там здесь рублевка, где очень все дорого, все лакшери, вот, а в другом районе там должны быть гетто, обязательно, бедные и так далее. Америка, она с этим борется, и она всегда пытается, как бы, это все замиксовать, чтобы не было такого, что в одном районе живут только богатые, там все чистенько и хорошо, а в другом живут только люди на пособии, и, соответственно, в этом районе не будет денег на финансирование полиции, не будет денег на то, чтобы чистить улицы, и вообще это просто будет такой загнивающий гетто. Они, естественно, это все пытаются расформировать со стороны правительства, а люди, в свою очередь, стараются селиться поближе к работе. И так как города здесь не как в Европе развивались, то есть они всегда развивались как бы на машине, люди ездят, и, соответственно, они развивались кластерно. То есть нет такого, что в даунтауне все с утра стоят в пробке в даунтаун, а вечером для даунтауна обратно едут. Такого здесь нет. То есть здесь в каждом небольшом городе в Розвилле есть даунтаун, например, в Фолсоне есть даунтаун. Соответственно, в Ранч-Кордово есть, например, огромные офисные центры. То есть и каждый человек старается селиться поближе к своей работе. Американцы переезжают очень часто. Они там каждые 3-4 года меняют место жительства. Это не как у нас привыкли люди всю жизнь в одном месте жить. Поэтому для них не проблема переехать. Для них гораздо большая проблема это 40 минут встать в пробке. То, что может быть для, например, москвичей это нормально, здесь это абсолютно неприемлемо. Поэтому люди переселяются. Из-за вот этих двух факторов, то есть правительство и переселение людей, невозможно здесь в каком-то сказать, что «Розвель» это хорошо, как у нас все говорят, немножко говорящие, которые два дня здесь, они уже эксперты, они говорят «Розвель» это все хорошо. Там, например, «Ситрус Хейтс» это я не слышал, это все, короче, гетто. Вот. Это неправда. То есть в каждом районе есть отдельные, отдельные прям улицы, на которых можно найти хорошее жилье, при этом недорого. Все, что влияет, как я говорил, сильно на цену, это локэйшн. То есть если у вас нормальные соседи, если у вас хорошие школы, если у вас есть где погулять, то, соответственно, у вас и соседи будут хорошие. Надо это понимать. Вы покупаете как бы добавок себе соседей. Вот такие, как раз, могут быть, триггерные темы, на которые обращают внимание. Ну, понятно, что ты приезжаешь, ты хорошо уже ориентируешься к Роменто. То есть, например, человек, который там в Лос-Анджелесе выбирает. На что можно обратить внимание? Одно дело школы. То есть рейтинг школы от скольки считается нормальным для того, чтобы искать там жилье. Или, допустим, ты приезжаешь в аппарат-центр, ты не знаешь, какие соседи. То есть у тебя нет агента по недвижимости. Но хотя бы там в первом приближении машинам как-то какие-то машины стоят. Это не показатель, наоборот. Или там какие люди, какого он сирень, там азиаты, темнокожие, наоборот. Потому что даже, например, про школу ты говорила? О том, что рейтинг школы. Я когда смотрел рейтинг школ, он много на него влияет даже не то, что там хорошие учителя или программа хорошая, а сколько в этой школе иммигрантов, сколько в этой школе тех, кто говорит на английском языке, кто не говорит на английском. Как вообще их учат или не учат. И от этого тоже строится. Или там, что в этой школе много азиатов. И тоже район Саклемента есть такие, чисто азиатские. Ну да, про рейтинг школы хочу сказать, что как бы там на грейтскоус.доторг, если вы смотрите, у вас 5 это середина. Ну то есть это как бы в среднем по стране. 5. То есть это не значит, что 5 это плохо. Это в среднем по стране. Все, что ниже 5, это, соответственно, школы, которые таким тем или иным образом не дотягивают. Там есть всего три показателя. Это тест-скор, по-моему, это готовность к колледжу и эквити. Вот этот эквити, он больше всего, ты говорил там, про то, что бывают школы, в которых много людей приезжих, а в которых бывает, что школы, в которых все однотипные, например, все индусы, я не знаю. в этом случае эквити-скор падает и, соответственно, это влияет в среднем на показатели. Я бы вот, когда смотрел на школы, в первую очередь обращал внимание, что именно тест-скор, сколько по тестам они, насколько хорошо готовят людей и насколько готовность к колледжу. Вот эти два показателя из трех, они более важны, на мой взгляд. Вот. Соответственно, хорошие школы начинаются от 7, и 7-9-10. Вот если есть школа от 7-9-10, то там бы я уже смотрел непосредственно внутри, разбирался, какая школа хорошая, какая плохая, там уже больше как бы рейтинг плохо поможет. Ну, то есть, как бы суммируя, ниже 5-и это не дотягивает, и выше 7-и это хорошая школа, в которую стоит заглянуть, посмотреть. Есть ли там места, есть ли там какие-то аминитис, то есть, там, спортивные сооружения для детей и так далее. То есть, стоит на них обратить внимание. Так обычно американцы выбирают себе дом. То есть, первое, на что смотрит любой американец, это какие будут школы. Он даже не смотрит, что там внутри, какая там у него кухня будет или еще что-нибудь, он в первую очередь смотрит, куда его дети будут идти. Если через год ему ребенка везти, допустим, в хай-скул, а в его районе хай-скул плохая, то он просто продает дом в этом районе и переезжает туда, потому что он понимает, что его детям потом конкурировать с такими же детьми, когда они пойдут после колледжа работать и одни будут заканчивать, например, Гарвард, Стэнфорд, там, Беркли, а вторые не смогут комьюнити колледж закончить, потому что у них была плохая программа. Просто имейте в виду, что 94% информации ребенок, вообще человек, приобретает именно в школьные годы. Потом только 4% он приобретает в университете и 2% оставшееся время. То есть, на самом деле, школа очень важная составляющая развития для ребенка. по крайней мере, считается в Америке. Поэтому люди так сильно смотрят на школу. Вот это только конкуренция, почему-то, если много скажут, наверное, у Андрея какая-то проблема с нацами, почему-то про темнокожих, про азиатов. Я не к тому, что, допустим, там есть, которые низкие рейтинги школы, там много из Мексики, из Латинской Америки учатся, и там, конечно, бывают даже такие случаи, когда люди просто выглядят бандитски, и ученики, и их родители. И страшно таких школ сдавать своих детей. А другое дело, как раз, ты говоришь про конкуренцию. У азиатов, ну, среди азиатов, по крайней мере, есть такое бытует мнение, что это родители, которые у таких детей, они очень сильно зациклены на обучении своих детей, они прям очень их натаскивают. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что с тобой учатся умные дети, как раз из Азии, но многие иммигранты, которые приезжают, у них дети не разговаривают по-английски, и они очень сильно отстают. Помимо того, что они отстают, может быть, по программе, но еще рядом с такими учениками, которые изначально, они вот прямо с утра и до вечера штудируют учебники, и они как паровоз такой прям большой идут вперед. Вот в этом плане насколько стоит или не стоит такие школы устраиваться, или искать такие, стоит ли на это внимание обращаться? Ну, надо понимать, что иммиграция это не курорт, вы не приезжаете сюда отдыхать, соответственно, всем придется адаптироваться, в том числе детям. И тут как бы решать, конечно, родителям, в первую очередь, что они хотят, но на мой взгляд, во-первых, вас не имеют права скриминировать в школе, только из-за того, что вы не знаете, язык, то есть ваших детей не могут просто сказать, а, да он просто глупый, и пусть он сидит там в углу. Его обязательно будут подтягивать. Это важный момент. В хорошей школе будет обязательно практиковаться индивидуальный подход к вашим детям. Вот. Это важно. Их основные показатели, они не зависят от конкретного, вот, допустим, выходца из Китая, который победил на всех возможных олимпиадах и там самые умные на свете. Их основные основные показатели результативности школы зависят от среднего показателя всех учеников. То есть, если у вас будет один выдающийся звезда, как у нас принято в советском, постсоветском пространстве, да, и куча людей, которые отстают, и двоечники, такие, которые оставляют на второй год, то в этом случае хорошего рейтинга у школы никогда не будет. Соответственно, хороших выпускников не будет, хорошего финансирования не будет. То есть, тут все на рыночных условиях, и такая школа просто закроется в какой-то момент. Это, кстати, частое явление. То есть, в новых районах школы открываются, в старых районах, где уже престарелое население, никого учить не надо, там школы закрываются. Это, как бы, закрытие любого бизнеса в Америке, это часть жизни. Вот. Нету ничего такого, как мы привыкли, что вот этой школе 300 лет, и поэтому ее не закрывают. Такого тут нет. Никто не хочет ходить, пожалуйста. То же самое с университетами. Если в университет никто не хочет ходить, если никто не хочет платить туда деньги, его точно так же закроют. Никто не будет его финансировать из бюджета до конца дней. Все на рыночных условиях. Ну и, наверное, такой... Я думаю, что не стоит переживать за то, что ваши... Дети, кстати, быстрее всего адаптируются. Если сравнивать детей и взрослых, бывают люди, которые по 7 лет здесь живут и не могут язык выучить, а дети очень быстро адаптируются. И при условии, что у вас в хорошей школе, естественно, никто вас не будет там булить и дискриминировать, то ребенок быстро подтянется и ему будет просто интересно общаться с людьми, которые что-то знают, что он не знает. Отлично. Вот этот момент как раз по поводу детей так сказала. И, знаешь, у меня еще вопрос по поводу... То есть мы с собой про роль риэлтора заговорили, да? То есть если одно дело, когда человек уезжает, нужен риэлтор, там, что-то язык по барьеру, кого-то нужно доказать его тоже способности, доказать, что вообще он хороший съемщик жилья, а в момент, когда выезжает, если какая-то роли риэлтора, когда человек покидает один апарт-комплекс, я сейчас поясню, про что я имею в виду. Если человек выезжает, у него есть условия, которые он должен соблюсти по поводу ремонта, по поводу еще каких-то там, не знаю, с животными, с животными, с животными. То есть вот эти условия, на которых также может лендлорд сыграть, то есть человек получит какие-то лишние расходы. И может ли риэлтор как-то помочь в этом плане договориться? То есть есть ли какая-то часть работы риэлтора на этом этапе? Ну, дело в том, что риэлторы, они все-таки как бы не социальные работники. Мы работаем за комиссию. Соответственно, смысл платить комиссию при выселении, не думаю, что есть какая-то. При заселении, да, то есть здесь есть какая-то работа риэлтора. Как ты правильно сказал, что это поиск локации, где вы будете жить непосредственно подбор такого места, чтобы были хорошие школы, хорошее место. Кроме того, еще мы упустили этот момент, что риэлтор, он по закону, он должен представлять ваши интересы. То есть это не просто посредник, который бегает быстрее сделку заключить. Он в данном случае должен вам так называемый «fondusho duty». То есть он, как и адвокат, как и юрист, любой, он обязан защищать ваши интересы, представлять ваши интересы. Все, все, что плохого он видит в ваших апартах или в вашем доме, он обязан вам обязательно рассказать. Это по закону положено. То есть если риэлтор что-то утаивает или вы подумали, что вам предложат один договор, а предложили вам другой, то это нарушение закона, и, соответственно, человек, риэлтор, может потерять лицензию. И тут этот момент, что в отличие от нашего постсоветского пространства, здесь риэлторы, они по сути работают больше как как юристы. Ну, то есть можно ли представлять самого себя в суде, тоже вопрос иммиграционного суда, конечно, можно. То есть точно так же можно ли обойтись без риэлтора? Конечно, можно. Только результаты у вас будут, соответственно, на порядок хуже. И если вы сами разбираетесь хорошо в районах, сами можете провести переговоры, сами знаете, какие требования к документам и как доказать вашу платежеспособность и надежность, то тогда вам риэлтор, конечно, не нужен. Но если вы как бы не уверены, что вы разбираетесь в, так сказать, в локациях, и вам необходимо, так сказать, такой помощник, который от вашего имени проведет переговоры, а я очень часто веду переговоры с property management company, которые не понимают, что им предоставили, им надо прямо разъяснять. Говоришь, вот это вот выписка, ага, понятно, вот это вот этот человек, это его паспорт. Они даже иногда не знают, где в паспорте дату рождения смотреть. Вот, то есть, когда ко мне приходят, например, люди говорят, у нас есть выписка на русском языке в рублях, она подойдет? Вот. Я, как бы, не тратя времени, сразу же вам скажу, что она не подойдет, ее надо переводить, ее нужно заверять и так далее. Это большие проблемы. То есть, если каких-то документов не хватает и если не получится снять жилье, так как я работаю за комиссией, я вам сразу об этом скажу, чтобы мы зря не бегали. Вот. Это тоже момент хороший. То есть, вы можете сразу ценить станции на съем хорошего жилья по рыночной цене, если обратитесь к риэлтору. Вот. Смотри, еще момент, который очень часто тревожит иммигрантов, которые переезжают, когда они снимают в аппарцентрах и снимают жилье, которое освобождается через там 2-3 недели, месяц. То есть, про то, что ты говоришь, нельзя утаивать от клиента какие-то нюансы. И здесь очень часто такая ситуация, что ты берешь кота в мешке. То есть, у тебя есть какая-то квартира, тебе показали планировку на выставочной квартире, ты посмотрел, тебя все устраивает. Но есть квартиры, которые выселяются люди через там 2-3 недели, ты на нее подаешь уже договор, ты за нее выносишь деньги, и потом, когда ты получаешь, то есть, выезжаешь, что-то там тебе, допустим, не устраивает. Ты не ожидал, что это именно такая квартира, как тебе нужна? Или в планировке была, но ты ее не видел визуально? В этом плане как быть? В этом плане, во-первых, вас никто не заставляет снять эту конкретную квартиру. Вы можете точно так же расторгнуть договор, и вы не обязаны ничего после этого, ну, как бы, вы ее не видели, эту квартиру, которую вам сдали. Соответственно, вы не обязаны ее теперь 12 месяцев снимать. Не нужно страдать абсолютно работу. В этом случае нужно просить, чтобы вам предоставили какое-то другое жилье. Это первый вариант. Очень часто бывает много свободных квартир. Это раз. Во-вторых, все вопросы по ремонту, если это хорошая property management company, она вся их решает еще до того, как вы въехали. Как правило, они берут пару недель на то, чтобы покрасить стены, закрасить все дырки и так далее, поменять карпет, ковер, поменять бытовую технику, если она сломалась и так далее. И тут тоже важный момент. Если вы работаете с риелтором, то, как правило, риелторы знают, где есть хорошая property management company, которая быстро реагирует. То есть важный момент. Вы только что приехали и у вас, например, сломалась на второй день посудомойка. Есть вариант, конечно, как положено начать ее ремонтировать и разбирать, что никому не советуют. А хорошая property management company достаточно просто написать реквест и они тебе в тот же день ее заменят. Они ее не будут ремонтировать, и они ее тут же заменят вам. Потому что они по закону вам обязаны предоставить жилье в как-то livable condition и как-то по-русски. В общем, в таком призывании, чтобы было жить. Да, пригодное для жилья и более того, они обязаны вам полностью как-то в общем, если у вас есть какие-то сомнения по поводу вашего жилья, где-то что-то течет или что-то сломалось или вам что-то не нравится, об этом обязательно надо не молчать, а об этом нужно говорить. Есть такой пример хрестоматийный, что человек купил жилье под задачу в аренду и сдал его в аренду людям и не знал вообще, что там внутри находится. Оказалось, что там краска, которой красили стены, она была со свинцом и соответственно человек сел на 7 лет. Вот он просто купил жилье, сдал его в аренду, а потом, когда это выяснилось, что люди много лет прожили в жилье, которое не соответствует требованиям закона, соответственно, человек просто сел. Поэтому, если у вас есть договор, если вы официально снимаете жилье, вы платите за него, у вас есть не кэшем, а переводы, то в этом случае вы вправе требовать, чтобы жилье было пригодно для проживания и более того, оно должно быть safe place for you. То есть, как это по-русски-то? В общем, безопасно. Безопасно. Да, безопасно. Безопасно. Это тоже важный момент. То есть, это обязанность лендлорда сделать так, чтобы у вас не капало на вашу голову с крыши, чтобы стены не ходили ходуном, чтобы не только, чтобы они были покрашены свежей краской, а чтобы там не было никаких проблем, которые бы мешали вашему проживанию. Если у вас там есть, например, таракан или еще что-то, это тоже большой вопрос. Это непосредственно обязанность лендлорда. То же самое с плесенью. Бывает такое, что люди снимают костюр, о, хорошее, все, а там, допустим, под гипсокартоном давно уже растет плесень. Если у вас нет договора, то вам могут такое жилье легко сдать. Но по закону они этого делать не имеют права. Они должны вначале ее привести в livable condition, обеспечить вашу безопасность, и только потом они имеют право ее вам сдать. Поэтому не советую, крайне не советую снимать за наличное без бэкграунд-чека, потому что у вас будут такие же соседи. И, соответственно, без договора вы просто не обезопасите себя в случае, если, грубо говоря, у вас там, не знаю, трубы в плохом состоянии, или какие-то старые, допустим, там, свинтовые трубы, вы думаете, что вода питьевая, она действительно питьевая в Калифорнии. А из-за того, что у вас в доме трубы старые, она может быть непригодна для вашего здоровья. Поэтому будьте аккуратны в этом плане. Спасибо, Дмитрий, по поводу такого экспертного мнения на эту ситуацию. Я думаю, что многие люди сейчас, кто посмотрит этот выпуск, сделали себе такие пометки по чек-листу, на что обращать внимание, как вообще выбирать квартиру. Если вдруг вам требуется помощь в этом плане, то, естественно, можете обратиться к нам, то есть написать в нашу группу мне, либо Илье, и мы как раз с Дмитрием напрямую сконтактируем, чтобы вам помочь именно по Сакраменту. Ты же только Сакрамент, правильно понимаю, можешь помочь в этом плане? Сакрамент и Great Area, то есть это Розвель, Роклин, Эльдорадо-Хиллс, Вест Сакрамента, Матомас, Сауф Сакрамент, то есть все, что вокруг находится, везде, где, в 40 минутах от центра это все то место, где я работаю. Отлично. Поэтому подходите к этому вопросу с головой, потому что, когда вы приезжаете в этой квартире, как минимум полгода вы снимаете этот договор, как минимум полгода, то и год вы будете жить в этом квартире, это может быть дольше. Естественно, это важный этап вашей жизни и выбрать правильное место, чтобы было комфортно жить не просто на картинке, как вы увидели на сайте, но и в окружении тех людей, которые по соседству сами поселились и вообще, в принципе, по ремонту, по плесне, как как раз Дмитрий говорил, то, что вам для здоровья в дальнейшем пригодится, чтобы вы уже по уровню сервиса. По уровню сервиса. Еще раз спасибо, Дим, и нашим подписчикам как раз говорим о том, что обращайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы под этим видео, задавайте вопросы нашей группе, мне напрямую. Я вас не при необходимости как раз с Дмитрием соединю. Спасибо большое, Дим, за то время. Всем спасибо. Спасибо, Андрей. До свидания. Пока-пока.